Всем привет! Вы снова на канале Супер Арбалет. Сегодня мы поговорим про два топовых американских лука. Один от компании Bootec, это Reconic 38, ну и второй от компании Hoyt Invicta. Reconic от компании Bootec отлично подходит для таргетной стрельбы и для 3D. В России луки Bootec появились в первой декаде 21 века, и тогда из них массово стреляли практически все спортсмены, но топовые точно. После Bootec все переключились как раз на луки Hoyt. Сейчас, конечно, выбор уже пал на другие луки, но мы не об этом будем разговаривать, а будем сравнивать два мастодонта от компании Bootec и от компании Hoyt. Проверим, есть ли у еще этих фирм споров в параховницах. Лук Invicta будет представлять спортсмен Максим Кознецов. Макс, привет! Привет! Расскажи нашим зрителям немножечко о себе. Я являюсь мастером спорта России, действующий член сборной команды города Москвы, неоднократный победитель и призер кубков чемпионатов города Москвы и России, также в российских и международных соревнованиях. А еще он является владельцем спортивно-стрелкового клуба Artemis в Москве. Всегда к нему можно прийти, взять индивидуальную тренировку или просто пострелять. Все контакты в описании. Лук Bootec Reconic 38 представляет Алексей Артемкин. Здорово, Алексей! Расскажи нашим зрителям немножечко о себе. Ну, я являюсь мастером спорта России, многократным призером московских и российских соревнований. Также являюсь серебряным призером первенства Европы в команде. А еще этот парень очень хорошо делает тетивы и обслуживает луки. Ссылочка в описании. Максим, скажи, почему ты выбрал именно Invicta? Ну, Invicta это мой четвертый лук от компании Hoyt. До этого у меня был Hoyt Alpha Elite, Procom Elite, XL Podium. Ну и досталось Invicta. Hoyt хорошая компания с пожизненной гарантией, на чем я убедился на собственном опыте. Мне Hoyt нравится своей геометрией и предсказуемостью. Несмотря на то, что технологически они не шибко шагнули за последние 15 лет, но я прекрасно знаю, что куда и в какую сторону надо крутить для предсказуемого результата. А луки Hoyt примитивны, как кирпич, поэтому настроить их достаточно просто. А Рикен, ты почему выбрал? Ну, я считаю, на данный момент это самый технологичный лук за счет своей технологии Deadlock. Плюс ко всему я с Боутеков стреляю лет 8-10. Потом как раз брал Hoyt у меня не пошло, ну просто не мой лук. То есть тут кирпич, а тут технологически эво губка такая, которая всю гаси оттирает. Да. Если честно, Боутек меня очень привлекает эстетически. Не знаю, мне нравится дизайн, довольно современно выглядит. И еще, как говорил мой очень любимый тренер, хорошую вещь на хэ не назовут. Предлагаю замутить технический баттл. И очень важно для каждого спортсмена, это растяжка своего лука. Макс, как на твоем луке регулируется растяжка? В случае с Hoyt Invict в обоих версиях есть возможность регулировать растяжки в пределах 1,5 дюймов. В случае DSX блоков это поворот модуля, в случае SWX это их замена. У меня версия с DSX блоком. В случае, если вы хотите поменять растяжку более 1,5 дюймов, вам придется заменить блоки. Тетивы и, скорее всего, плечи. Потому что фунтаж на других блоках может быть непредсказуемый. Спасибо. Пол лука перебрать, бля. Алексей, как на луке Reconning регулируется растяжка? Ну, мы просто раскручиваем модуль и передвигаем его на нужную цифру. То есть поворачивается? Да, там получается от 27 дюймов до 32 дюймов. То есть получается, если будет какой-то человек с маленькими руками или девушка, то им уже Reconning 38 не подойдет. Им стоит рассмотреть уже Reconning 35, там более широкий диапазон. То есть у Reconning 38 растяжка вообще, ну, как бы, единая 27-32. То есть ниже его невозможно ничего сделать. Нет, к сожалению. Значит, нужно купить 35-й Reconning, да? Да, он поменьше. Растяжка у блочного лука для каждого спортсмена индивидуальна и очень важна. То есть вы должны знать, насколько вы до прикладки растягиваете свой лук. И вот с этими знаниями вы должны подбирать именно по растяжке блочный лук. Предлагаю поговорить про систему блоков. Максим, расскажи, какая у хайта система блоков на Invicti? На Invicti гибридная система блоков. Это два блока разной формы, соединенных силовым и управляющим тросом. Ну, то есть тебе комфортно, этот лук настраивать удобно? Да, этой системе более 15 лет, и я прекрасно знаю, куда что крутить. Алексей, на Reconning какая система блоков стоит? На моем Reconning стоит бинарная система. Это, получается, два одинаковых блока, и к ним идут одинаковые тросы. То есть мне не надо, как Максу на хайте, там, верхний блок как-то крутить, настраивать. Нижний у него априори всегда кривой. Я просто беру, стреляю, получаю удовольствие и достигаю высоких результатов. А чем это удобно будет для других пользователей? Ну, то есть, как бы, что они могут сделать в своих домашних условиях, настроить? Ну, они, в принципе, за счет технологии Deadlock могут настроить вылет без использования пресса. То есть им не надо покупать пресс, там, за 50-100 тысяч рублей, чтобы он у них дома всегда стоял и мешал. Они просто покрутили ключиком, добились какого-то для себя идеального вылета и радуются жизни. Но если твой системный Deadlock хоть раз сломается, ты лук отнесешь на помойку, в отличие от него? Ну, это уже вопрос сервисного технического обслуживания, как говорится. Но если мы живем в России, конечно, тяжело, если там жили бы в Америке, там попроще с этим. Но как-то все равно пытаемся. Короче, у него уже все проверено временем, у тебя что-то новое и удобное. Вот как раз в этом и есть и компромисс. Да, совершенно верно. Предлагаю поговорить про сброс. Максим, у Invicta какой сброс? По умолчанию на Invicta идет сброс в 65%. Ну, довольно-таки комфортно стрелять со сбросом 65? Если у вас поставленная техника, то да. А если не поставленная? Для стрелков, которые не могут часто тренироваться, 65 сброс достаточно тяжело. То есть, и какие варианты есть у Invicta еще по сбросу? Опционально вы можете поставить модуль на 75% сброс, если у вас блоки DSX. Если у вас блоки DSX, выброс сброса там нет, только 65%. То есть, тем людям, которые будут выбирать Invicta, это обязательно нужно учитывать? В обязательном порядке. Алексей, что касается рикюнинга, какой там сброс? Ну, смотри, там идет два вида модулей, получается, с малым сбросом и с высоким сбросом. Сразу в комплекте? Сразу все в комплекте, да, лежит. Но каждый из модулей еще переворачивается. То есть, грубо говоря, там есть режим перформанс, то есть, что клуб был более скоростной, более такой злой, скажем так. И есть режим комфорт. То есть, это уже для спорта, это уже более комфортно вам будет стоять. И есть еще такой маленький тонкий нюанс. То есть, грубо говоря, если вы поставили себе режим комфорт, например, ну, 28-ю растяжку, и стопор вы же тоже, по идее, ставите 28, ну, чтобы было комфортно, лук там не перетягивался. Но если вы сдвинете еще на одну вторую больше, то есть, 28,5 поставите сам стопор, лук станет еще с более высоким сбросом. То есть, я себе ставлю высокий сброс, ставлю на одну вторую больше стопор, и у меня сброс достигает, ну, я думаю, 90-95% точно есть. То есть, настолько мягко, что вы просто не сложитесь. То есть, у вас лук как будто вот просто повис в воздухе. Большой сброс, это не всегда хорошо, потому что при цели, если вы не будете тянуть и упираться, лук не будет заставлять вас это делать, у вас будут непредсказуемые отлеты. Большинство опытных спортсменов все-таки предпочитает 65-й сброс. Я не буду ничего говорить Максиму, не буду с ним спорить, но мне просто вот по кайфу, вот, когда высокий сброс. Я кайфую, когда ставил. Мне просто по кайфу. Да что, по кайфу-то и делаю. Ну, раз уж поговорили про блоки, про модули, про что там еще, про сброс, все-таки хотел еще спросить тогда, ребят, про систему стопоров. То есть, какие у них стопора стоят, Макс, на инвике? На инвике у меня стоят стандартные стопора, интегрированные в модули. И в случае с DSX-блоками их заменить практически нереально. По крайней мере, я не видел готовых решений. Ну, то есть, у тебя сверху идет такая большая канавка? Да, фрезерованная канавка непосредственно в модуле. А снизу просто площадка там такая? Плоская площадка с резинкой для меньшего истирания контрольного троса. Ну, вообще, это комфортно? Да, достаточно комфортный для меня стопор. Конечно, не такой, как на блоках серии Spiral Pro или же их наследников SVX. Но, к сожалению, эта модель на мою растяжку в жестких блоках не выпускается. Понял. Что касается у тебя. У тебя два стопора. И какие там они идут в комплекте сразу же с завода? Ну, я поменял заводские стопора, потому что там, грубо говоря, маленькие такие стопора с резиночками. Вот, я заметил, когда очень длительное время стрелял, что они просто со временем мнутся. Нет, просто смотри, круглый стопор, да, как бы площадь соприкосновения троса, она очень маленькая. Получается, у тебя был дотяг какой-то, ну, как бы, или что-то? Да, еще за счет резинки, да. Получается, да, был ход. Я заказал себе кастомные стопора от Bumar Archeri. Они, получается, плоские. Ну, то есть площадь соприкосновения гораздо больше, чем у тебя было. Да, и вот, они прям упираются в стенку, и все, я никогда, никогда не буду двигаться. Тот ход, потому что ты растягиваешь, все, ты уперся. Ты не можешь дальше натянуть. Если ты чуть-чуть дальше уже начинаешь сдавливать, да, уже, соответственно, не будет попадания, например, в 10. Будет какой-то отлет, лук будет перетянут. Вот на хайтах, например, какие там были блоки GTX, по-моему, да, вот ты все время встаешь, и он еще тянется, блин. И как стрелять? Перетянул-то, не перетянул. Это сейчас они там придумали уже какие-то решения. Хотя все равно наверняка есть там у них вид блоков, которые вот с таким же недугом, как ты думаешь? Или они уже убрали? Ну, что касается блоков DSX, то это достаточно большой шаг вперед по сравнению с их предшественником GTX блоками. И сейчас даже разница в работе между DSX и SVX блоками, она не так заметна, как если мы возьмем луки, выпускаемые лет пять назад, там между спираль-блоками и GTX блоками была капитальная разница. Сейчас эта разница, ну, раза в два-три поменьше. Но все равно, тем не менее, она есть. Тем не менее, да. Вот, поэтому... Как бы я не любил жесткий стопор, я бы предпочитал, конечно, SSX блоки под свой лук. Но, к сожалению, из-за длинной растяжки он мне не подходит. Про блоки мы уже разговаривали, а вот теперь я хочу более подробно поговорить про настройку данных луков. Ну, то есть, как бы, как правильно этот блок поставить, то есть наклон блока сделать. Максим, расскажи, у Invicta как это все можно настроить, потому что очень важно настроить блок, и за счет этих блоков как раз настраивается и вылет стрелы. Ну, что касается гибридных систем, как Invicta, я предпочитаю верхний блок проводить в одну плоскость с тетевой, ставить полку по оси лука. Серьезу вот так вот, да? Да. Ровненько. Собственно, да. Ставить полку по оси лука и вертикаль по перпендикуляру. Как правило, в 95% случаев мы сразу получаем идеальную луку. Но у тебя это все регулируется с помощью йоков, да? Да, это регулируется с помощью йоков. Также возможно смещение блока посредством замены или перемещения шайб, но это достаточно редко требуется. Ты это все делаешь на прессе? Естественно. Для этого нужна полная разборка лука. Соответственно, реконинге, чтобы сделать соусность блоков, достаточно просто взять ключик и подвигать блоки. Ну, с помощью всех вот этих дедлог, которые они... Да, все, только не забудьте закрутить блок. Это делается, кстати, без пресса. Конечно, никакого пресса, ключ и все. Там, на самом деле, нам нужно открутить два болтика. Один, который... Контрвинт. Контрвинт, да, тот, который регулируется. То есть, если ты забываешь контрвинт закрутить, от вибрации разбалтывается, у тебя снова это все съезжает. Поэтому мы это обязательно не забываем. Это, кстати, клево, то, что вообще пресс не нужен, да, в отличие от Макса. Но мне кажется, что вот в дождь что-то постреляешь вот с этой системы? Раз, два, три, там, в ладу попадает? Ну, может быть, не знаю. Я тебе смогу только сказать, когда постреляю. И самое главное, что меня больше всего меня, как бы, напрягает. Вот это все-таки поломка. Не дай бог, это все, вот эта система сломается. Вот там реально кирпич, Макс сказал. Там, ну, там ломаться нечему, это уже там... А здесь все-таки что-то новое. Я такое, как бы, только на Боутеке видел, она запатентованная. Вообще, ну, как бы, насколько это все может сломаться? Ты встречал такое в мире, нет? Не, я еще ни разу не слышал, чтобы вот именно дедлок сломался. Плечи, блоки там. Ну, чтобы именно дедлок еще ни разу, вот сколько я с американцами общался. Ну, на самом деле, эта штука дедлок мне, кстати, зашла. Мне понравилось. Моя лук один настраивали, вот, и клево получилось, прям, пять минут. Чик-чик-чик. Ну, в любом случае, даже с современным Боутеком без пресса полностью не обойтись. Если вам надо синхронизировать блоки, то есть, чтобы стопора одновременно приходили в тросы, или же выставить правильный тайминг, то есть, правильное геометрическое положение блоков, пресс вам все равно нужен. Ну, то есть, чтобы троса подкрутить, правильно? Да. И не каждый пресс возьмет Боутек. Мы же можем... Есть вот специальные технологические отверстия, есть отвертка. И, как бы, вопрос решается? Вполне себе. Ну, что касается отвертки, да, вполне себе вариант. Но надо быть аппаратным, а лучше довериться специалисту. Ну, короче, все-таки выход без пресса есть Боутек. Да, на самом деле, правильно он сказал, плечи вот очень такие у него, прям, загнутые. Это прям, вот, не каждый даже пресс возьмет. Ну, что касается хайта, многие операции также можно провести при помощи отвертки. Или же направляющий от СТС. Давайте поговорим про упор. Максим, насколько тебе удобен твой упор? И вообще, шли ли в комплекте дополнительные упоры с разным... разных видов? А, упор тот, который поставил я, мне удобен. Подожди, поставил, который ты. А какие были есть-то еще упоры? Ну, где ты их взял или что? Они были в комплекте. Изначально, когда у меня был ходит проком-пылит, у него не было сменных упоров. Сменные упоры появились на подиуме. Если в комплекте к подиуму их шло три, в комплекте к инвикте их идет шесть. С разным подъемом рукоятки в трех видах. И также три вида с таким же углом, но увеличивающие вашу растяжку на 1,8 дюйма. Упор мне очень нравится. Что касается упора у Боутека. Там также идут упоры дополнительные в комплекте, когда ты покупаешь лук? Сколько их там штук? Две штуки. Один более тонкий, который воспроизводит геометрию рукоятки, а другой более толстый, чтобы более соприкосновение было. И ты каким пользуешься? Я, который потолще. Который потолще. Но вообще упор удобен на реконинге? Ну, слушай, честно говоря, я пока еще не совсем понял, потому что есть там некие у меня проблемы, но я думаю, людям, которые профессионально занимаются спортом, захотят купить себе реконинг, так как у них уже очень огромный настрел, они себя очень хорошо тренировали, им будет очень удобно, потому что я свой лук отдавал именно спортсменам, которые всю жизнь этим занимаются, буквально сегодня. И отлично подошел упор, отличный лук, и человеку понравился. Возможно, даже задуматься о покупке будущего. И, кстати, ребят, во всем мире уже очень много всяких контор, которые производят отдельно гриппы, и вы можете любой грипп заказать с разным углом под свой упор. Поэтому это обязательно учитывайте. Ну и последнее, что я думаю, давайте спросим у ребят, что же у них стоят за отводы. Макс, какой отвод стоит? Он там, я знаю, регулируемый. Да, стоит штатный, регулируемый, хайтовский отвод. Они появились, начиная с модели Ходподиум, там угол наклона отвода жестко регулируемый. Я стараюсь подводить его так, чтобы троса были максимально близко к первым, для исключения скручивания рукоятки лука и изменения положения блоков растяжки. Что касается слайдера, на своей инвикте я поменял его на ферст-инговский степлона. Это позволяет лук растягивать более плавно. Ну, у хайта очень давно не менялся штатный слайдер. Если вы посмотрите на него внимательнее, вы увидите там логотип, надпись входит с яблочкой в овале, которая производилась еще, наверное, с 90-х годов. Кстати, да, хорошее решение заменить именно слайдер. Но давай поподробнее вот нашим зрителям. То есть, у тебя регулируется отвод? Да, у меня регулируется отвод. Нет, еще что, что это в итоге? А что они получают-то? Они получают меньшую реакцию наклона блоков на растяжке. Когда вы ставите блоки в покое, у них одно положение относительно сетевое. Но когда вы растягиваете, так как троса находится с одной стороны лука, соосность блоков может уходить. В синхронной машине это наблюдается. И чем ближе соответственно положение тросов в геометрической оси лука, тем меньше это влияет и на скручивание рукоятки, и на наклон блоков. В момент всего цикла натяжения. Угу. Все, теперь понятно. Что у тебя по поводу отвода? Ну, на моем Reconing отвод на гибкой пластине. Благодаря этому при натяжении никаких наклонов, завалов, блоков нет и не будет. В принципе, просто его прикрутил, стреляешь, и лук практически работает сам. Вот. И также он роликовый, троса никогда не будут перетираться, что Макс не упомянул. На заводских слайдерах никогда не кладут обмотку, и троса перетирается постоянно. Да, Алексей прав. Штатные тетивы нахайте, и троса, как правило, не промотаны в районе троса отвода. На ПСЕ такая же проблема тоже была до недавнего времени. Почему они так поступают? Ну, это вообще, ну, как бы, лук премиум класса, то есть, это крутой лук, и что, обмотку трудно положить? Ну, как правило, если роликовый отвод, то там всегда лежит обводка. Как у Лехи, да? Да. Если слайдер, ну, не знаю, многие еще тетивы и троса расходным материалом, и готовы менять раз в 3 месяца. Подожди, ну, это расходный материал, это, ну, как бы, так и есть. Ты много стреляешь, каждый день, там, по 200 выстрелов, это расходный материал максимум? Ну, я, как правило, меняю систему тросов, тетив и тросов раз в год. Ну, и что, ребят, на этом мы закончим обзор данных двух луков. Надеюсь, наш видос вам был интересен. Спасибо огромное ребятам, они очень помогли. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, в комментарии написали, а мы уже вам ответим. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok